Все, тогда погнали, давайте знакомиться с вами. Меня Максим зовут, я agile coach компании Scrum Украина. Мы сегодня организаторы этой конференции. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на одну тему, которая мне очень нравится, которой я давно горю, которая у меня вроде бы как бы получается, иногда хорошо, иногда не очень, да, не бывает так, что все идеально хорошо было, но я над этим работаю, и есть у меня свои наработки какие-то. Сегодня у меня тема звучит на украинском языке, да, было заявлено, что она будет на ридней мове, но так получилось, что у нас сегодня много гостей приехало, да, с России, с Беларуси, вообще сегодня на ходу решил перейти все же на русский язык. Если для этого, ну, если это принципиально, все же, чтобы я продолжил на украинском, я могу продолжить на украинском, но если это не сильно принципиально, тогда позвольте мне, я продолжу на русском. Окей? Тема моя сегодня звучит так, да, тут три знака вопроса, как начать agile трансформацию, как построить бэклог организационных изменений, и как этот бэклог реализовать по скраму. Звучит, в принципе, как? Так, челленджево, а что именно челленджево такое? Ага, хорошо, понял. Какие еще есть, может, идеи и версии по поводу этой темы? Мы сегодня с вами будем работать так. У меня на самом деле презентация, наверное, самая короткая из всех, что здесь есть. У меня всего-навсего три слайда. Я не фанат презентации, я их ужасно не люблю, люблю рисовать. Сегодня у меня нет чем рисовать, ну, есть чем, но нет флипчарта, поэтому специально только три слайда. Я хочу построить больше нашу модель сегодня на том, что я рассказываю. Мы с вами общаемся, и я думаю, что я отвечу сегодня на много вопросов. И, в принципе, мы поговорим о том, как это можно делать. То, о чем сегодня буду рассказывать, это, скажем так, это не лично мои наработки, это известные модели, которые уже давно существовали, как оказывается. Но было так, что как-то где-то, когда я только начинал здесь свой опыт, скажем так, получать первый, лично сам что-то додумывал, выдумывал, придумывал, сделал какой-то свой алгоритм, а потом пришел на один доклад и узнал, что вот то, что у меня в голове было, оказывается, есть уже структурированный подход. Я такой, ого, ничего себе. И вот с этой темой начал выступать уже несколько раз на конференциях, и сегодня хотел бы тоже ее здесь озвучить. Там игры какие-то, походу. Давайте пойдем все же, вот про себя расскажу чуть-чуть. Я вообще начинал свой путь как QA Automation, да, тестирование автоматизированное, на Java писал, потом перешел в разработчики в Винницкой компании CISOQ, потом меня занесло в одну стартаповую продуктовую компанию небольшую. Там было так, что работать было прикольно, интересно, но знаете, в чем была самая большая проблема? Я никогда не понимал, что я буду делать дальше вообще, с кем я буду общаться, куда я движусь. То есть у меня было полное непонимание, куда движется компания, и когда нет понимания, вообще я так не умею работать. Процессов никаких не было, просто вот задачи, лови, держи, сделал, не сделал. Там когда-то пришли, сделал, нет, когда сделаешь, черт его знает. Ну, в принципе, никакого планирования, никаких синхронизаций, просто вот делаешь что-то и все. Ужасно меня это беспокоило, я не люблю такие модели. Потом после университета я переехал в Киев работать в компанию Luxoft. Там меня познакомили с такой темой, как Agile и Scrum. Я просто безумно влюбился в эту штуку, начал изучать, сам получал свои сертификаты какие-то, да, там, лично учился, там, проходил сертификации. И в один прекрасный день так получилось, что у меня в Luxoft в команде уволился мой скромастер и стал вопрос, кто будет новым скромастером, давайте искать. Ну, я сразу так как, давайте я попробую, и понеслась. Как только попробовал, буквально через три недели я бросил программирование, вообще понял, что это не мое, и вот просто отрезалось от меня. И по сегодняшний день уже занимаюсь чисто скромом, Agile. Вышел на рынок консалтингово как внешний эксперт, вот буквально только прошлой осенью. И вот, по сути, только год я на этом рынке. Тренинги, тренингов много ввиду. Есть свои тренинговые программы, есть курсы свои, воркшопы по фасилитации, по скраму, по Agile, там, некоторые наработки по канбану. Работаю как лайфкоуч, сейчас модная эта тема, вот, но недавно я в этой сфере тоже, но и в этом направлении чуть работаю. Ну, об этом, если что, то поговорим больше. Позже сейчас представляю компанию Scrum Украина. Вы о ней уже, наверное, много чего знаете. Клиенты наши, которые есть. А теперь давайте к сути. Все же, пойдем. Первая модель, которую я хотел бы с вами познакомить, есть такая модель, которая называется Adapt. Ее написал MyCon. Слышали про такого чувака, как MyCon? Кто это такой? Вашими словами. Чувак, какой я придумал StoryPoint. Кто это еще? Мы же много о нем слышали. Кто он? Что он еще делал такое? Да, ну, к гуру project management, я не знаю, миллион книжек написал, миллион денег заработал на этих книжек. Ну, какой-то человек, который классно шарит project management, знает гибкие подходы и умеет с ними как-то взаимодействовать. Так вот, в 2010 году он описал такую интересную модель, которая называется Adapt. Он ее сделал на основании своего опыта agile-трансформации разных компаний. Он эту модель структурировал в таких пять букв. Каждая буква что-то значит. Сейчас это модно называть какие-то классные вещи какими-то скороченными буквами, потом придумать под каждую букву какое-то слово и назвать это классной моделью. Так есть модные такие тренды. Вот он тоже был модный и тоже себе придумал название модель Adapt, которая в Scrum Adapt одно из самых главных слов. Он классно все так сочетал. В чем суть модели? Суть модели это, грубо говоря, шаги, по которых должна пройти любая компания, чтобы прийти из точки старта agile-трансформации до конца agile-трансформации. То есть есть точка А, начал, есть точка Б, конец. И он написал это в каких-то пяти логичных шагах. Первый шаг из этой модели называется… В общем, это вся схема. Там сверху идет стрелочка. Это первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый. То есть оно идет вот так снизу вверх. Мы не можем делать один шаг, пока мы не доделаем предыдущий шаг. То есть она идет все последовательно. Первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Только тогда мы можем уже делать что-то дальше. Как думаете вообще, почему начинается agile-трансформация в компании? Ну вот мы жили, да, все было классно. Что-что? Ну представь, ты работаешь в компании, да, или ты владелец, все нормально было, все хорошо. И тут независимо, ты вот так, давайте agile-трансформацию делать. Ну что такого должно случиться, чтобы agile-трансформацию… И что? А если не поменяют, то что будет? И? Если умрешь, то что? Нет, когда компания умрет, то… Ну суть в том, что либо кто-то не заработает, либо компания разрушится, либо люди останутся без работы, либо продукт, который был нацелен на то, чтобы спасти жизни, там миллиарды людей, тоже не доделается. Ну то есть может быть много чего. Так вот, awareness. Этап awareness заключается в том, чтобы дать понять в компании, неважно, это топам, это в отделе, это обычному человеку, что черт побери, у нас реально где-то есть проблема. Очень часто в компаниях люди работают, топы, обычные люди, мы работаем, но часто мы не понимаем, что где-то реально что-то не то. Если прийти обычному, вот я как agile-коуч на практике, прихожу в команду, ну топ нанимает меня, вот делай agile-трансформацию. Я прихожу в команду, первое, что мне говорит команда, нафига? Да? Ну это чаще, самый чаще, нафига нам это надо, зачем мы это делаем? То есть у команды нет, а? И так все работает. Человек пришел на работу, он отработал своих 8 часов, у него получил задачку, и все классно, да? Но люди не видят просто каких-то взаимосвязей выше. И вот задача в том, чтобы вот пройти вот этот этап awareness на уровне всей компании, на уровне всех отделов, команд, дать понимание, что где-то реально есть какие-то траблы, и надо с этим что-то делать. Грубо говоря, осознанность. Осознанность, что есть такие вот вещи, есть такие проблемы. Это первый шаг, который надо сделать любому коучу для того, чтобы хотя бы сдвинуть, начинать двигать agile трансформацию в компании. Логично? Смотри, как я опираюсь. Если говорить о agile трансформации, можно представить, что это какой-то проект, допустим, какой-то проект или какой-то продукт. Ну, agile трансформация, конечным концом agile трансформации по сути есть какой-то продукт. Это новая компания, новая структура компании, либо новый процесс компании. Ну, то есть, что, для чего мы это делаем. И сюда надо те, кто в этом будет всем вовлечен. Если говорить о agile и скраме, помните, кинэфин, простой домен, сложный, комплексный хаос. Хаос. Agile трансформация – это какой? Домен. Это комплексный. Вот здесь, по сути, должны быть какие-то люди, которые связаны между собой. Здесь нет, операционщики, например, люди-операционисты, они здесь не сильно помогут. Люди, которые реально matter. Следующий этап – desire. То есть, классно, что мы теперь все-таки осознанно и понимаем, что у нас есть проблема. Как сделать желание теперь что-то делать? Да, ну, то есть, desire, по сути, вот концом вот этого этапа есть общее понимание компании, что вот есть проблемы. Вот здесь, на выходе после этого этапа должно быть желание двигаться дальше. Откуда появляется желание двигаться дальше, если показать, например, смотрите, есть такое понятие sense of urgency, знаете? Если показать, например, что если мы вот это не сделаем через такое время, то вот через полгода у нас будет минус только-то бабла, если у нас минус только-то бабла, то конкретно ты-ты-ты-ты недополучишь ровно-то столько-то, ты можешь забыть про свои бонусы, ты можешь про отпуск забыть, сразу у всех появляется какой-то… Да? Да. Ну, это больше не о страхе, это больше о какой-то общей цели выйти из какой-то проблемы, да? Когда у нас всех есть одна общая проблема, и мы все прекрасно понимаем, тогда мы все очень классно работаем. Когда у нас нет понимания необходимости проблемы и решение этой проблемы, ну, мы часто просто забиваем. Вопрос в том, как сделать этот дизайр, да? То есть, надо как-то это показать. Как показать вариантов… Есть такие темы, как хиллс-чеки, может, знаете, да? Слышал о хиллс-чеках? Spotify хиллс-чек, например, сделать срез какого-то процесса по компании и сказать, что посмотреть, если вот это не изменится, то вот сейчас мы при таком подходе, вот как сейчас, теряем такую сумму. Вот тебе вот фидбэк от команды, вот результаты хиллс-чека. Если так будем делать, через n количество месяцев у тебя будет минус столько-то. Только вот так создавать. Так же само команде доносить. Если это сработает, то почему бы и нет? Я не сторонник таких методов, потому что чаще всего, когда кто-то приходит и сверху спускает, то это все заканчивается просто жестким, скрытым саботаж. У меня просто друг фамилия Сабодаж. Мы сталкиваемся с тем, что надо постоянно много... Второй закон Ньютона. Чем больше даем, тем больше нас выталкивают. Тут надо это тоже прекрасно понимать. Сегодня были доклады на тему резистанса в компаниях. Я не хочу сейчас это затрагивать, но как ни крути, как только приходишь и кому-то что-то хочешь поменять, если у них нет этого понимания, зачем, то они будут сопротивляться. Мы никогда не хотим делать то, чего мы не понимаем, ради чего вообще. То есть делается дезайр какими-то образами, там, хилл-щейки, что-то посчитать, перевести в деньги, моментом какой-то создать. Что? Продать мечту, рассказать, как может быть круто, нарисовать классные картинки, поиграть в какие-то игры. Ну и по сути можно представить, что после этого появится дезайр. Знаете, что самое важное, когда появляется дезайр? Начать что-то делать. Как только есть желание, но мы ничего не делаем, что чаще всего случается после прохождения тренинга? Ну, часто. Мы пошли на тренинг, что-то классное увидели, узнали. Классно, столько инсайтов наловил, пришел домой, два дня прошло, и что было на том тренинге? Не помню. то есть… Вот. И это тоже, да. Но суть в том, что после того, как есть дезайр, если мы видим, что все-таки есть желание попробовать, надо что-то начинать делать. Третий этап называется ability, то есть дать возможность поработать в такой среде. Конкретно сейчас мы говорим про тему agile и скрама. Как можно дать возможность поработать в такой среде? Давайте прикинем самый-таки первый вариант, хотя бы один. Эксперимент. Как? Пилотный проект, одну команду, несколько человек, один отдел. Ну, то есть мы сами решаем, на чем мы будем пилотировать. Выбираем себе какую-то штуку, где мы это пилотируем, и по сути запускаем их работать в agile или в скрам среде. Но им еще надо понимать, как это работать в agile среде, что это такое вообще. Поэтому на этом этапе чаще всего еще делается agile или скрам тренинг какой-то, чтобы люди понимали, что это такое, что там зачем, какие встречи, церемонии и так дальше. Ну и по сути мы запускаем какой-то пилотный проект. Одно важное условие, что у нас должно быть здесь понимание, что как мы знаем, что оно работает. Ну, то есть давайте попробуем. А давай. А как мы вообще знаем, что это работало или помогло? Ну, то есть определить для себя какие-то критерии, по каких мы будем это определять. Не знаю, скорость выпуска фичи, качество требований, какие-то KPI может, какие-то метрики вести для отдела. Ну, вариантов много. Не буду их сейчас тоже рассасывать. Ну, то есть придумать то, как мы это будем знать, как мы ответим сами себе на вопрос. Черт побери, да, оно работает. Ну, собраться с командой… Я бы делал бы, если мы говорим про IT, скорость выпуска фичи, например, какой-то. Ну, вот. Тоже хороший. Тоже хороший вариант. Смотрите, как только у нас проходит этап ability, то есть здесь очень важный момент. Я однажды на этом сильно обломался. Ability – это, по сути, мы здесь этапом, выходом из этого есть то, что мы себе говорим, оно работает. То есть круто. В компании есть понимание, что оно работает. Идеальный кейс. Но дальше. Есть этап promote, который называется promotion. Это значит то, что надо на всю компанию затрубить, что мы провели пилотный какой-то запуск и оно работает. Давайте двигаться дальше. Как было у меня, например, когда я работал в циклуме, у меня было 7 команд. Я был коучем для 7 команд. И мне надо было вот трансформировать для них, ну, то есть поставить им скрам хороший. После того, как я вот построил там какую-то структуру, какой-то процесс, который меня лично устраивал, при котором я считал, что можно двигаться дальше, я начал лезть выше. Там менеджера, сейлзы, маркетинги. И вот начал лезть, ну, мне показалось, это будет уместным. Прикол в том, что когда я влез, они вообще не отстреливали, что что-то происходит в компании такое. Не было этапа промоушена, не было, и они не были вовлечены в процесс. Они не знали для чего. И когда я пришел туда, эй-эй-эй, я Максим, сейчас мы вам тут запилим тоже классный agile, сделаем доски, все тут будет прозрачно, сделаем еще, добавим вас в наши кросс-функциональные команды. Они мне сказали, чувак, кто ты вообще такой, иди ты отсюда далеко. И что мне пришлось работать? Мне пришлось заново вот с теми командами проходить всю вот эту цепочку. То есть awareness, desire и так дальше. То есть это тот момент, на котором я как-то прокололся. Очень важно, как только у нас получается пилотный запуск, сделать из этого классное шоу. Есть такая тема celebrate your success, да, то есть успех надо праздновать, то же самое надо, как только что-то получается, надо уметь это красиво показать и сделать из этого хорошее шоу. Показываем компании, что у нас классно, вот было так, стало так, все теперь классно, все теперь happy, двигаемся дальше. Как только мы это показали, следующий этап начинается, это этап трансфер. Я думаю, вы сами можете догадаться, что это такое. Если у нас это получилось в одном отделе, то мы это транслируем сразу на другой отдел, на третий отдел, на четвертый, на пятый, и в итоге мы приходим к тому, что через некоторое количество времени по сути всю компанию мы вот так трансформируем. Конечно, если мы будем говорить о каком-то банке, где работают миллион людей, то, ну не миллион, а много людей, то это может занять очень длительный процесс, сами понимаете. Но чем больше компания, тем больше это длится. В принципе, вот такая модель Adapt. Она логичная, она простая и ничего в ней такого нет. Но вот MyCon и много agile консультантов рекомендуют проводить agile трансформацию у себя, неважно, это большая компания, маленькая, по подобной схеме. По этой модели есть вопросы? Мне кажется, ее можно использовать где угодно. То есть я бы не сильно привязывался сюда к теме именно agile. Ну вот Adapt написано для agile, но думаю, ее можно где угодно использовать. Не вижу причин, это не использую в других каких-то областях или с другими подходами. Что еще хочется прояснить по адапту, чтобы я перешел дальше? Да. По промоуту? Здесь никаких сложностей. По сути, что такое промоут? Это рассказать всем, что что-то получилось у нас. Как рассказать письмо на всю компанию, сделать презентацию на всю компанию, собрать всех в большой митинг-руме, посмотреть, как у нас все хорошо. Все зависит от того, в каком виде ты решишь показать им, что оно работает. А уже в зависимости от того, как ты это решил, там уже могут быть разные трудности. То есть вообще разнообразные. Но если письмом написать, то единственная трудность это написать красивое письмо. И чтобы люди на него еще ответили или хотя бы написали «Эгей класс», да? Хочу идти к следующей модели. Пойду. Модель называется Agility Pass. Еще есть ее называтель мета-скрам. А что там за движуха? Смотрите, на самом деле модель вот насколько простая. Если представить, что Agile Transformers вот компания запускает новый проект. Допустим, мы стартуем Agile Transformers. Можем ли мы назвать, что Agile Transformers есть проектом компании? Ну, чисто так прикинуть. Можем ли мы так предположить? Ну, можно или нет? Что есть результатом проекта? Ну, продукт какой-то, да? Проект обычно заканчивается выпуском какого-то продукта. Если говорить о Agile Transformers, то есть есть процесс Agile Transformers. Мы его стартуем и примерно есть картинка, к которой мы хотим прийти. То есть есть конечный продукт. Компания с таким-то процессом либо компания с такой-то структурой. Ну, что угодно мы с этим захотим. Когда у нас есть продукт, то в скраме что описывает продукт? Или кто описывает продукт? Кто это Product Owner? А где описывает продукт? Ну, где хранятся все, что надо сделать для продукта? Есть бэклог. Что можно представить? Есть спонсоры, например, по сути, наши продукты, продукты овнера. Они владеют компанией. У них есть проблемы какие-то. У них есть какие-то ситуации, которые надо решить. Они нанимают какого-то консультанта или они решают, что нам надо делать Agile Transformers. Давайте все дружно ее будем делать. Появляется конечное видение этой компании. То ли новая структура, то ли новый процесс. Здесь вот тут компания версия 1.0, то есть текущее состояние. Вот здесь у нас компания версии 2.0. Та компания, которую мы решим делать. То, к чему мы идем. Чтобы поменять компанию, перейти с одной точки в точку, с точки А в точку Б, надо сделать очень большое количество каких-то организационных изменений. Да или нет? Их много на самом деле. То есть если представить, что внедрить хотя бы скрам в одной команде, вот уже внедрить ретроспективы, сделать планирование, сделать стендапы, сделать PBR, сделать, что еще сделать, канбандовскую внедрить, назначить продуктовнера. То есть вот у нас уже маленькая штучка, вот маленький бэклогик на одну команду. И какой-то из каких-то набросок таких. И здесь будет продукт бэклог организационных изменений на всю компанию. То есть если представить, что у нас там какая-то компания, у нас есть много отделов, то здесь будет приоритизированный список всех организационных изменений, которые надо провести, чтобы перейти в эту точку Б. Например, что может быть в этом бэклоге. То есть внедрить стендап – это нормально, но не факт, что это может быть элементом вот этого бэклога. Банальный кейс. Вот, допустим, есть команда разработчиков и есть команда бизнес-аналитиков. Видели такие кейсы? Разработчики жалуются на то, что аналитики требования пишут очень фиговые, ничего не понятно. Аналитики жалуются на то, что разработчикам вообще по барабану и они не интересуются, им просто дай, они читают, мы не можем. То есть по сути отсутствует, есть реально проблема в отделе разработки, что аналитики не общаются с разработчиками. Что может быть элементом бэклога? Наладить коммуникацию между аналитиками и этими. Как продактовнер или как владелец компании, я хочу, чтобы у меня аналитики общались с разработчиками или наоборот. Как мне это сделать? Уже конкретная реализация. Бэклог – это user stories. Как это делать, решает уже кто-то другие. То есть может быть, давайте внедрим пи-бары или давайте у нас на пи-бары будут ходить аналитики, будут приходить к разработчикам или разработчики будут приходить к аналитикам. Может кое быть? Вот. Из таких вот элементов примерно будет состоять вот этот бэклог. Он будет полностью приоритизирован. Вопрос в том, как приоритизировать. Как вы думаете, как? Кто приоритизирует? Product Owner. Кто ему помогает приоритизировать? Scrum Master. В данном случае, скорее всего, Agile Coach. На основании чего он не будет приоритизировать? Если наняли консультанта или кого-то, потому что мы теряем деньги, то, скорее всего, вверху будет то, что быстрее всего поможет сократить либо продажи, либо сократить какой-то выпуск чего-то. То есть сами будем как-то это переводить в какие-то… Ну, считать. Будем считать, грубо говоря. Смотрите, вся вот эта штука, да, это правда, что здесь важно вот этот майндсет смещения и культурное смещение. Есть хорошая фраза, что culture follows structure. Если дать хорошую структуру, культура рано или поздно придет подстроиться под эту структуру. Ну, если приходить как консультанту и сразу давать, вот сегодня ты думал так, а сейчас ты вот думаешь вот так, ну, извини меня, ты обломаешься, мне кажется, очень жестко в первое же время. Поэтому сначала все же подстраивать… Я бы подстраивал бы структуру. Ну, это моя личная рекомендация. Сделать хотя бы правильную структуру, дать какой-то процесс и уже под нее потом культура сама подстраиваться. Я не помню, кто сказал эту фразу, но это один из известных тоже коучей или закон Лармана. Есть там же такое, что culture follows structure. Дать хорошую структуру, дать нормальный процесс, культура сама со временем подстроится. Конечно же, с помощью того же коуча, консультанта или других людей, но она выпрямится. Ну, действительно. Смотрите, то есть по сути есть product backlog всех организационных изменений. Есть… Важно задаться вопросом, кто наш ПО. Сами определяем, да, в компании. Это спонсоры, которые чаще всего вкладывают деньги какие-то, ну, спонсируют всю вот эту трансформацию. И есть change team. Очень важная штука – команда изменений. То есть по сути должны быть люди, которые будут это все внедрять, изменять. Как вы думаете, кто должен быть в этой команде? Ну, если так прикинуть. Ну, бухгалтер, вот IT-компания, бухгалтер будет в change команде? Почему? У него нет никакого влияния. Тогда кто? Кто? Топы, кто еще может быть? Management, кто еще может быть? Influence. Те, кто имеет какой-то вес. По сути, люди, которые могут что-то поменять, которые могут кому-то прийти, могут кому-то что-то донести. Вот. Здесь очень важно собрать вот эту команду change team. На самом деле, в любой компании, где, например, мы выступаем как agile coach или как консультанты, у нас всегда есть какая-то agile transformation team, которая составляется из лидов каких-то команд или там несколько менеджеров, ну, то есть люди, которые имеют вес, причем, которые проходят через всю вертикаль компании. Потому что, если только с одного слоя взять и сделать команду, у них будет слабый доступ наверха. Поэтому должен быть сверху вниз. В идеале, когда в этой команде один какой-то спонсор, либо силу вообще может быть топ какой-то, здесь team lead, один может разработчик, один QA, ну, допустим. Да, то есть мы сами можем сделать сколько, ну, сделать такую кросс-функциональную команду. нет, она на декретинге, по сути мы выделяем, это добровольцы, которым реально хочется что-то поменять и которые будут выделять свое время на то, чтобы делать эти изменения. Но при этом надо понимать, что вот эти люди, спонсор и продуктовнер, позволяет им это делать. То есть, грубо говоря, если они занимаются имплементацией вот этого бэклога, по сути они тратят свое время. Если они тратят время, они делают меньше. По сути мы можем что-то недозаработать некоторое время. Но это опять же здравый смысл того, кто инвестирует в это деньги. Если он готовить и дальше пробовать, то пусть, то мы идем. Есть вот, ну, я не могу просто сейчас назвать конкретную должность, но это скажем так, выше топа. Ну, топы или чуть выше. Но не сила компания. Да. Да. А для чего коммититься? И это нормально. Поэтому мы работаем в комплексном домене. В комплексном домене вообще нет смысла что-то истимировать или там коммититься. Как мы можем коммититься на то, что вот я, например, коммичусь, то я завтра приду и сделаю так, что у меня аналитики будут ходить на стендапы к разработчикам. Я прихожу и говорю, вы завтра ходите? Они говорят, иди ты нафиг. Да? И что я закоммитился? А такое есть. Ну, типа в больших компаниях, типа в больших каких-то бюрократических коробках наших, да современных, это поголовно везде. то есть там можно думать, что я просто сейчас приду, поговорю, и они завтра будут общаться. На самом деле нет, все очень сложно. То есть организационный… А? Не, ну то есть есть же какие-то у них точки, где они пересекаются и общаются об этом. То есть это нормальный скрам-подход, когда если у меня есть проблема, то я об этом говорю, что, ребята, я где-то застрял, вот, и дальше с этим что-то делать. Ну, то есть мы же сами эту чтему формируем по такому какому-то принципу. Так вот, в чем еще идея? Смотрите, есть Product Backlog, есть Product Owner, есть стейхолдеры, самые обычные в скраме, есть какая-то кросс-функциональная ченч-команда и есть то, куда мы должны прийти. И теперь есть такая тема, как в скраме, да, все мы знаем, есть спринты, самые обычные спринты. В чем здесь идея? Здесь нет спринтов фиксированной длины, потому что здесь нет как запланировать что-то. Тут планируем, например, там месяц, либо давайте на два месяца мы берем с этого бэклога, попытаемся сделать такие вот организационные изменения. Сделать так, чтобы аналитики ходили на стендапы, сделать так, чтобы какой-то команды появилась доска, сделать так, чтобы в том, тот отдел начал общаться с другим. Ну, то есть любые организационные вещи, которые можно изменить в компании. То есть, по сути, спринт, бэклог. Сами решаете. То есть, в зависимости от того, насколько тяжело в команде, в компании внедряются вот эти изменения. вот здесь очень важно определить для вот этих элементов, когда мы берем какую-то работу на спринты, ну, на эти периоды, определить, как мы будем вообще тоже понимать, что это сделано. Ну, что для меня может быть definition в данном того, что аналитики общаются с разработчиками? Ну, как минимум, я могу посчитать количество реопенов на фазе UAT на какое-то время. Как минимум, я могу посмотреть, что у меня раньше на PBR-ах не было аналитиков, а теперь у меня каждый раз есть аналитики на PBR-ах. Ну, то есть, это не такой прям definition of done, как в скраме чистый, что там, ну, вы знаете, как выглядит definition of done в скраме. Но здесь более другой, то здесь больше как бы чек-лист какой-то, либо acceptance, вот что-то больше к этому. Ну, там написано done, вот, да, да, давайте не переходить вот это прям прикапываться к понятиям. то есть, здесь суть какая, что надо знать, как мы понимаем, что оно работает. Сделали себе какие-то критерии, по сути, договорились, что вот если у нас вот так, то да, оно работает, мы можем брать следующие элементы. но я вот сказал по поводу аналитиков и не прозрано, но команда не понимает. Так вот же пример с аналитиками-разработчиками. Чем они подходят? Ну, хорошо, тогда же это обычная канбан-доска, вот команда на самом деле вот часто не понимает, чем занимаются, ну, где они сейчас находятся во время спринта. Вот банальный кейс, давайте сделаем канбан-доску. Окей, как мы знаем, что канбан-доска работает? Вот как бы ты, например, могла понимать, что канбан-доска работает? Представь, что ты коуч, пришла в компанию, и тебе говорят, что непонятно. Ты что-то делаешь, как ты будешь знать, что она работает? Спроси у команды. Спроси у команды. Ну, мы как коучи, мы не можем сами ничего, то есть мы что-то договоримся, с командой, мы формируем вместе с ними какое-то общее понимание, и потом получаем обратную связь от команды. Это же, это же Agile Scrum. Суть какого? Делать что-то по спринтам и в конце получить обратную связь от конечного пользователя. Кто здесь конечный пользователь? Компания. Спроси у компании, работает или нет. Если говорят, что работает, ну, классно. ну, что здесь мерять? Конечно. Самый лучший способ узнать, что что-то работает, это спросить. Ничего самому не считать, ничего самому не записывать, потому что, откуда я знаю вообще, что то, что я там что-то посчитал, откуда я знаю, что другие это там не подстроили какие-то числа, или они там что-то не подхачили. Ну, цифры не работают сейчас. Ну, вот у команды. Я бы вот так знал. Теперь, вот эти спринты, да, берем на спринт какую-то часть бэклогов, делаем, в конце собрались с этой ченчтимой, может, спонсорами, делаем какое-то ревью, в каком виде, не знаю, KPI, метрики, может, продукт, посчитать, насколько быстрее там фича начала выпускаться. То есть, то, что мы делали, мы же сами там проставили вот этот dot, или давайте уже acceptance говорить. Да, оно отвечает. Классно, сколько у нас еще денег осталось на agile трансформацию, столько-то погнали дальше. Будем выделять дальше, не будем. Ну, то есть, нормальный процесс. Как в любом, как в любом скраме, что, ну, есть продуктовнер, который говорит, да, окей, то есть, по сути, у нас здесь есть вот этот дядька, который всегда может сказать, да, я принимаю. У нас есть вот здесь, скорее всего, agile coach, который, как всегда, может задать хороший, точный вопрос, чтобы лишний раз проверить, что это действительно так. И если мы видим, что да, то да, мы уходим и делаем следующие организационные изменения. Конечно. Ну, то есть, по сути, мы делаем ее в следующих итерациях дальше. и такой процесс называется, вот, мета-скрам, потому что это не чистый скрам, это какая-то надстройка, здесь нет daily scrum каждый день, по сути, здесь надо сделать какие-то точки, когда мы все встречаемся и смотрим, где мы сейчас. Раз в неделю, раз в две недели, ну, неважно, раз в месяц, опять сами договариваемся. ретроспективы, здесь не надо делать каждый спринт, можно делать какое-то время. Ну, по сути, это скрама-подобный какой-то процесс. Есть элементы из скрама, все вот эти штуки можно тоже и на канбан-доске каких-то organizational changes, board сделать, тоже там колонки, ну, и вот. Если говорить про клиентов, с которыми сейчас работаю, то мы встречаемся раз в три недели, например, change team. То есть я как коуч, мы договорились, посмотрели, что надо делать дальше, какие у меня есть проблемы, чтобы там работать с командой или с другими. Им это эскалирует, например, они там где-то выше это работают и потом через три недели мы снова собираемся, опять делаем срез, где мы находимся и вот такими шагами. С другими две недели, с одной компанией вообще такого не делаем. Большие очень, это банки и телеком. Ну, банки и телеком. Больше двух тысяч людей в каждой компании. Не-не-не, ну, вопрос в том, что с какие компании и сколько там людей. Ну, то есть, если говорить про банк, если говорить про банк, то пока где-то до 50, если говорить про телеком, то там уже больше сот. сотни людей. Вот, может быть. Человек, 5-7 человек. Вот так. Ну, а состав меняется часто, потому что иногда надо, иногда не надо, но вот меняется. Человек может быть глава департментов, либо представители департментов. Не обязательно с одного департмента. То есть, смотрите, мы делаем, ну, то есть, у нас идет юзер-стори. Есть какой-то результат в этой юзер-стори. Вот тут. Можно задаться вопросом, кто нам надо для того, чтобы это сделать. Да? Если мы знаем, кто нам надо, мы знаем, что он из того, а дело он из того, вот мы на этот спринт, change team наша вот такая. Но не надо людей насильно тянуть в change team. То есть, в change team в команде должны быть те, кому это реально надо, кто в этом заинтересован. Поэтому четверть последний мой слайд. По этой модели, ну, презентации будут, вы ее посмотрите. Сейчас по ней есть что прояснить? Есть такая штука, agility pass guide, Schwaber писал, там об этом написано. Есть Mike Conn, у него тоже есть про это написано, чуть в другой форме, но можно посмотреть. Тоже это все разрисовано. Третий слайд, который я хотел рассказать, про четыре группы вообще людей, с которыми надо работать, когда мы делаем трансформацию. Тут такой едющий слайд у меня. Значит, смотрите, если взять две оси, есть люди в любой компании, есть люди, у которых есть большой интерес работать, да, ну, есть вообще интерес работать, а есть те, у которых есть, ну, влияние какое-то. Ну, например, у меня есть ключевые игроки вот здесь, у которых большой интерес и большое влияние. Кто это могут быть? Это стейкхолдеры, это спонсоры, это SEO, потому что, ну, все зависит от того, ну, они на этом деньги зарабатывают. Вот здесь, да, у них очень большой интерес и у них большое влияние, у них у нас самое большое. Вот эта группа, есть important, это люди с большим влиянием, но у них небольшой интерес. Если говорить в разрезах agile трансформации, у кого маленький интерес? Ну, большое влияние, но маленький интерес. главбух, у кого еще? Тих лидов, ну, возможно. Операционисты, ну, операционисты здесь чуть в другой группе находятся. Вот сейчас мы говорим про agile трансформа. Топ-менеджеры? На моей практике это топы, потому что о чем, ну, топы, менеджеры, часто лиды. Почему? По одной простой причине, что agile это не о власти. Здесь властью никакой не пахнет. То есть, вот я топ, у меня куча власти, я всеми управляю, я всем раздалю люлей, и тут мне приходят и говорят, что с завтрашнего дня или через некоторое время у тебя будет какая-то самоорганизованная команда, которая будет сама себе ставить цели, и скорее всего, мы даже KPI какие-то может отменим, да, у тебя бонусы, может, даже не будешь получать со временем, потому что KPI не будет. Что такой человек делает в первую очередь? Саботирует. Такое же самое понятие, как тим-лиды, тех-лиды. Ну, то есть, часто есть тим-лид, который привык, что он приходит к тебе, вот ты вот это делай, ты вот это делай, ты вот это. А тут надо, у тебя будет кросс-функциональная самоорганизованная команда. Кем ему управлять? Что будет чувствовать человек в такой теме? Потеря власти или ненужным? Если я чувствую себя ненужными потерями власти, тогда вопрос, зачем я нужен компании, и меня, скорее всего, уволят, либо я буду обычным рабом, как и все другие. Раньше я был классным, а теперь я не классный, и хрень эта agile, она не работает, и все. Ну, и начинается саботаж. С этим надо тоже как-то работать. Третья группа у меня, affected, это люди, у которых большой интерес, это люди, у которых нет никакого влияния. Кто могут быть эти люди? Разрабы могут быть, могут быть, это, по сути, членный команд проектных, чаще всего. И есть люди, вот others. Кто это могут быть? Если брать, например, IT-компании, кто вообще никак не влияет на agile трансформацию? Скорее всего, это обычная операционка, чаще всего. Операционка, она не сильно влияет на agile трансформацию. Это простой домен, где не надо никаких там делать, да, можно что-то визуализировать, операционку тоже можно автоматизировать, как-то упростить. Но это не agile, это просто оптимизация какого-то процесса. Вот. И если мы делаем agile трансформацию, или я, когда человек, который делаю, с кем из этих людей мне надо теснее всего работать? Вот с этими. Key players, manage code, потому что это те, кто, скорее всего, мне платят деньги, это те, у них самое большое влияние, это те, у которых интерес. Это значит, что если у меня есть какая-то лажа, у меня что-то не получается, либо я сталкиваюсь с большим саботажем, то кто мне поможет? Они в первую очередь мне помогут. Я могу прийти, показать, смотри, если вот это я сейчас не поменяю, то через некоторое время ты вот сейчас теряешь столько-то денег, я пытаюсь это решить, оно не решается, то есть через полгода потеряешь столько-то денег, давай что-то делать. Этот человек не первый, кто поможет это решить. Потому что это его деньги, это деньги его компании. Вот эти люди, топы чаще всего, они привыкли быть satisfied, как говорят, они привыкли быть удовлетворены. Им надо, скажем так, делать, чтобы все им нравилось. То есть, если они потеряют кросс-власть, то надо им дать какую-то альтернативу, что же они получат. То есть, если мы что-то теряем, скорее всего, мы что-то и получаем. Когда мы много управляем, что мы теряем? У нас много управления людьми. Чего у нас тогда не хватает? Кого? Времени не хватает. У тебя будет больше времени на какие-то стратегические решения, я тебе буду в этом помогать. Мы с тобой будем делать классную родмапу твоего подразделения, мы с тобой нагенерим классные идеи. У тебя будет куча времени. Там не парься, поработаем три спринта, если что-то не пойдет, вернем как было. Да, например. Можно вот так отталкиваться как-то? Что-что? Да, да, да. Почему бы и нет? Главное, чтобы оно не мешало вообще трансформации всей в целом. Если человеку очень важно, чтобы он соприкасался с другими и они у него что-то слушали, пожалуйста, но не обязательно управлять, можно учить, можно что-то консультировать, но есть что делать на самом деле. Но с этими людьми надо работать очень сатисфированно, чтобы они всегда были сатисфайт, потому что как только где-то их раз разочаруешь, чаще всего они просто будут банить все. То есть хочешь – нет. Давай поговорим – нет времени. Когда свободен – никогда. И тогда вот к ним выходишь только через таких людей, какие-то встречи, какие-то совещания дополнительные, которые тоже не сильно… Ну вот эти, знаете, насильные совещания, они не сильно помогают. Вот эти разработчики, вот там другие, их надо просто keep informed, чтобы они вообще были в теме, что происходит, куда мы движемся, что будет дальше. Возможно, из-за того, что у них такой большой интерес, может, они тоже много чего знают, возможно, они сделают рокировку вот так. Никто не знает, да? Если у человека большой интерес, он реально парится с судьбой компании, возможно, он и сюда со временем сместится. Здесь, ну, смотрим, как они, что у них там еще происходит. ну, да, да, да. Ну да, да, да. Тогда может все развалится, надо быть заново это все перестраивать. Поэтому за этими людьми тоже надо смотреть. Ну, скажем так, с третьей позиции наблюдаем вообще, что там происходит. Если на каких-то ретроспективах либо на других встречах нам команды говорят, что вот эти ребята никак не мешают пока что, ну, тогда все нормально. Если они говорят, что где-то на уровне операциониста либо еще где-то какие-то простои, ну, вот вам маяк, что надо что-то с этим делать. Скорее всего. В принципе, у меня все. У меня было только три слайда, как я обещал. Я больше слайдов не подготовил. Остальное время я хочу просто ответить на какие-то вопросы. А у меня есть время еще? Ну, я готов ответить на все вопросы, которые будут сейчас. Даже на самые каверзные. Если что... А, вот слайд с этими, с вопросами. Можете сфоткать слайд, написать мне и скину вам, что надо. Проконсультирую. Не знаю, может, коуч-сессия надо. Да. И с теми, и с теми сложно. Но с телекомом проще. Пока что проще с телекомом. Кстати, знаете, что прикол? Что с айтишниками сложнее, чем с телекомом. Айтишники люди такие умные. Они на любое действие могут найти миллион объяснений каких-то. То есть ты им одно, а они тебе дано. Если то, то будет то. А если то, то, то... Это люди if, then, else. То есть если есть опыт у нас тут разработки... Есть у нас опыт разработки у людей? Нет? Или хотя бы понимание. Это же, да? Это люди, которые if, then, else. Если то, то то. Они на любое тебе доказательство наведут 500 противоречений. С этим людьми надо очень хорошо работать. Скажем так, в телекоме там проще найти подход. А тут есть у меня клиент просто один айтишный. И там очень-очень все идет туго и туго. Но идет. Самим? Это ужасно. Люди не готовы к этому. У нас, это, наверное, ментальная у нас такая штука еще есть, что потом почему-то... Я не говорю, что у всех, но у многих людей почему-то есть такая тема, что мы привыкли, что нам задачи раздают. И мы часто не привыкли быть ответственными вообще за что-то. Мы привыкли, что кто-то за нас постоянно отвечает. И вот вообще это тоже одна из наших черт ментальности, что мы всегда ищем, кого обвинить. Если что-то не получается, виноваты все, кроме нас всегда. Что работает? Ну, ты знаешь, я даже, я почему-то этим вопросом не парюсь как-то. Потому что, когда я прихожу и говорю, ребята, у нас статует сейчас, вот мы будем пробовать. А как? Ну, давайте попробуем. Ну, а как? Мы же не знаем как. Ну, смотрите, вот задачи. Ну, давайте попробуем. Не получится на следующем ретроспективе. Ну, посмотрим, что у нас не получилось. Так. Я здесь, естественно, не работаю в этом направлении. Ну, либо тогда работать вообще уже в формате коуча, искать альтернативы, как сделать так, чтобы они не боялись, грубо говоря. Ну, а чего они не хотят? Потому что они чего-то боятся. Есть какое-то сопротивление из-за какой-то причины. Я бы раскопал бы эту причину, что стоит за вот этим отталкиванием. И тогда бы нашел бы вариант, как им дать, ну, закрыть ее. Ну. Мы можем показать, что никто не будет супернаказан, и у нас ничего не произойдет, если решение кто-то пили там неверное, либо идея вне змея. То есть нужно, наверное, показать, что... Вопрос в том, как ты это покажешь. Я за ответственность на себя скажу. Я за ответственность на себя скажу. Нет, это идеален, это ресурсов, которые работают. Это ресурсов, которые работают. Надо создать свой парень, чтобы они не боялись ошибаться. Да, но смотрите, здесь очень много стоит работы с командой для коуча. Так же самое и работы личной. Вот как ни крути, но тот же самый agile coach, он должен уметь работать лично с человеком. Потому что если есть команда, и я работаю с командой, и есть сопротивление одного человека, команда не заведется, если один будет постоянно саботировать. И мне надо найти подход к этому человеку, мне надо уметь с ним говорить. Если я, как тот же самый agile coach, либо консультант, не умею работать один на один, я никогда не смогу хорошо и быстро разгонять команды. Поэтому мне вот как ни крутите. Ну, это надо. А как? Ну, это уже науки, это уже коучинг, это та же самая психология. Я не знаю, вы, наверное, заметили, что на конференции было очень много докладов, связанных с психологией. Чем дальше просто развивается направление agile и scrum, суть такая, что scrum и agile, если представить его в идеальном виде в компании, это идеальный классный процесс, где все работает. Но есть одна проблема, самая большая, это люди. Если бы не люди, оно бы все работало хорошо. Но все из нас, у нас у каждого свои какие-то в голове и вообще везде свои моменты. Нам всем надо с собой как-то взаимодействовать. А то, как мы взаимодействуем, вы сами знаете, как мы с другом взаимодействуем. Иногда продуктивно, иногда не очень. И не всегда мы умеем заметить то, что я, например, с кем-то неэффективно взаимодействую. Мне кажется, что мы нормально общаемся, а со стороны, кажется, другому, может казаться, что они друг друга посылают на три буквы. И такое бывает. И надо, чтобы был кто-то со стороны, который бы видел какие-то вот эти паттерны неконструктивные, неэффективные. Надо тот, кто с третьей стороны умеет трезво это оценить. Это только коуч какой-то, да, или, ну, а для того, чтобы это уметь, надо этому учиться. И, да. На работе? На работе? В банке нет, я там не готов пока один на один сессии делать. Там есть свои вещи. А если про другие компании, да. Мне никогда, да, да, да. Не важно. То есть вопрос в том, что коуч работает с запросом всегда. Если есть запрос какой-то, неважно, от топа или от кого-то, вот я прихожу, и давайте я помогу решить этот запрос. Вот и все. И уже искать с ним варианты решения. Закрываем? Хорошо. Я вот тут могу вообще ответить на все вопросы. А тут что сейчас будет? Это же снимает так быстро? Ого. Спасибо. Спасибо. вот